Десятки тысяч переселенцев лишились своих пенсий из-за длительного пребывания на неподконтрольных территориях. Выплату пособий приостановили на основании списков. В Краматорске люди штурмуют управление пенсионного фонда, чтобы пройти идентификацию личности. Откуда взялись в списке, выяснял Алексей Куделя. Пропустите, аху, мать! Дайте пройти! На входе в управление пенсионного фонда в Краматорске давка переселенцы пришли оформлять электронные пенсионные удостоверения. Иначе, говорят, лишатся всех социальных выплат. Очередь вынужденной мигранты занимают на рассвете. Вот очередь заняли и все. Во сколько? Ну, в 5 утра я занимал. Горловчанка Надежда Григорьевна уже год не получает пенсию. Говорит, из-за болезни не смогла выехать на подконтрольную Киеву территорию, чтобы оформить все документы. В итоге 70-летнюю женщину лишили статуса переселенца и всех социальных выплат. Восстановить удалось лишь с третьего раза. Очень тяжело. Я хочу сказать, люди заработали пенсию и вот такая морока. При мне человек в автобусе, я ехала, терял сознание. Я довидку делала и думала, я третий раз ее приезжала делать. И меня затрусило так, что у меня вот всегда со мной лекарство капли, вода и ложечка, чтобы накапать. Вот так приходится. Караул просто. Разве можно пенсионеру не получить свою пенсию заработанную? Разве такое возможно? Ну это издевательство просто над людьми. В Краматорске зарегистрировано 40 тысяч пенсионеров-переселенцев. Большинству из них пенсию платить перестали. Списки с их фамилиями, говорят в Краматорском пенсионном фонде, предоставили работники местного управления труда и судзащиты. Представить пенсии по разным причинам. Бывают причины, те, которые, например, вот эта довидка переселенца, она является недействительной. Вот. Или же комиссия, которая проверяет человека, местонахождение человека. И если по решению комиссии они отказывают выплаты, социальные выплаты, в том числе и пенсии. Но в самом управлении труда и судзащиты открещиваются, мол, никаких списков на прекращение выплат пенсии переселенцам не подавали. Правда, говорить об этом на камеру не захотели. Ни один акт ей не передают, и акты ей не передаются. По моей информации, пенсионный фонд еще ни одну выплату не перестановил, потому что я им ничего не передавала. Почему на данный момент перестановлены пенсии, я не знала. Не стали давать официальных разъяснений, откуда же взялись списки и в Донецком областном департаменте соцзащиты. Не на камеру говорят, фамилии прислали правоохранительной структуры. Какие именно, не признались. Мы отримуем информацию от правоохранительных органов. И вы всегда понимаете, что эта информация отримуется как органами социального запаса, так и органами пенсионного фонда. Что отримать они, мы же не можем, они не в нашей структуре. В Службе безопасности Украины о списках тоже ничего не знают. У нас нет никаких списков, мы не ведем никаких списков. Мы лишь заявляем схемы и информируем органы, которые возникают это вопрос. Что до конкретных осіб, перестань, принимая решения на соцполитике. В нештатный советник министра соцполитики Украины Александр Ворошков поясняет. В списках фамилии тех, кто находились на неподконтрольной территории более двух месяцев. А согласно постановлению Кабмина, такие переселенцы не могут получать соцвыплаты. Списки эти пришли первый раз. То есть списки о том, что вот люди пересекали и не вернулись назад, это первый раз. Как часто они будут появляться, как часто это будет процедура, нигде не указано и нигде это не сказано. О том, что пенсионеров начали лишать выплат, так сказать, по наводке, профильный заместитель губернатора Донецкой области отрицает. Ну, центр немножко не відповідає дійсності. После чиновник просил журналистов не раздувати проблему. Все буде приведено в норму. Не треба с цим робити ажиотаж. Ведеться робота. 25 тысяч человек уже пенсионер. Чудово. Все отримують. Все, что належит, люди отримують. А коли? С годом. А за що им жити зараз? Я все сказал. Тем временем переселенцы продолжают штурмовать пенсионные фонды. Только в Краматорское управление ежедневно приходит порядка тысячи вынужденных мигрантов. Вместе с ними выстаивают очереди местные жители. Но не жалуются. Поддерживают переселенцев. Я вообще здесь жилу. В Краматорске. Ничего, я сижу тут по очереди. А люди приехали. Они заработали в Украине эти денежки. А им приходится вот так вот ездить. Алексей Куделя, Игорь Монастырев, телеканал Донбасс.